Уважаемый канал Коктейль ТВ в лице Станислава Николаевича и Яши. Я давно слежу за вашим творчеством и вы мне чертовски нравитесь. Вы такие веселые, жизнерадостные, зажигаете своим позитивом. Просто мечтаю с вами вместе продегустировать какой-нибудь напиток, но, к сожалению, мы далеко друг от друга. Я постоянно раскол перим почти 1800 километров. Ну, в принципе, стойерстный не крюк для бешеной собаки. Я думаю, что скоро я все-таки до вас доберусь. Или вы ко мне в гости приедете. Я вас зову неоднократно. А чтобы пока вы не скучали и как-то скрасить наше одиночество от расставания, я решил вам высадить свою продукцию. Вы знаете, что я сам занимаюсь самогонаварением. У меня есть напитки, которые я делаю. Я решил вам их отправить. Я отправлю вам копченый перчик вот такой. Я отправлю вам копченую грушу вот такую оригинальную, интересную. Я отправлю вам кальвадосик свой. Так что попробуйте, оцените и поймете, что вас ждет у меня дома. А напитковые я делаю порядка двадцати разных номинований. Так что жду вас в гости, друзья. Привет, ребята. Привет, привет. Сегодня на нашем канале исполняется год. Ура! И нам пришла посылочка гад Владимира с канала Графиня. Все наверняка его знают, кто смотрит обзоры. Да, Владимир, спасибо. Дружище, хотим посмотреть, что же там такое интересное. Что же он нам присылал? Да. Значит, я не буду с этим затягивать, давайте откроем. 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 Ха-ха-ха-ха-ха. Канскерки, это я люблю вас. Как на вывод, как будто на душе. Ну-ка, уйдут. Спасибо, Владимир. А сейчас самое интересное. Ох, какая она даже. О-о-о-о, лечебо себе. А вот это уже наша тема. Покажи, ребята. Ребят, кальвадос, который он мне обещал. Я сказал, что мне не нравится французский кальвадос. Он сказал, мой понравится. Российский, да? Российский, да. О, какая красивая бутылочка. Вот что у нас. Ничего себе. Ну-ка, читай, что там у нас такое. В общем, копченый перец. Вот это мы повеселимся. Вот это мы отметим. Спасибо. Но это нам надо поддегустировать. Копченый перец. Кальвадос. Копченая груша. И вишни на коньяке. Ух ты. Ну, это вообще просто круто. Четыре бутылочки. От этого уже спасибо. От этого мы упьемся. Ну, я думаю, что нам хватит расстоять и на перетельную дегустацию этих напитков, да? Да. Все-таки у нас годовщина. Да. Годовщина на Ютубе. Да. Ну что, пойдем? Пойдем. 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 Всем привет, друзья. Привет-привет. В Тель-ТВ эфире снова я, Яшим, отец Неслав Николаевич. И сегодня год нашему каналу, да? Годик. Целый год. 21 ноября. 21 ноября, да. За год мы уже сделали немало. Больше ста роликов от взяли. Больше ста роликов. А, бедная. Познакомились за год очень много блогерами, да? С вообще интересными людьми. С очень интересными людьми разными, да? В мире алкоголя, которые что-то понимают. Кто-то просто бухает. Кто что, да? Кто-то, что говязный. Много всяких комментариев у нас постоянно. Общение такое живое. И вот такой подарок нам прислал один из блогеров, таких наших любимых один, да? Да. Канал Графин, кто не знает, хотя таких, наверное, нету, я так думаю. Ну, хотя, может быть, и есть. Ну, в общем, классно делают обзоры. Одни из лучших. Качественный алкоголь. Качественный алкоголь, да, конечно. Так что ссылочка в описании. Смотрите на его канал, подписывайтесь. Вот такую замечательную штуку он нам прислал. Я сказал, что мне не понравился кальвадос французский. И он говорит, я пришлю с блоги, попробуй, а прислал четыре штуки вместо одного, да? Да, да. Так что мы будем сегодня пробовать, дегустировать и отмечать день рождения нашего канала, да? Самое интересное то, что кальвадос мне не понравился, а вот и вон и кальвадос. И он сказал, что я уйду вместе с ним. Да? Да. Ну что, наливаем? Да, давай. Давай попробуем. Так, начнем с кальвадоса? Да, начнем с кальвадоса. Давай. И еще он нам прислал, да? Закусочку даже прислал, смотри, конфетки со старого скола. Так, вот старая скола. Сейчас мы и закусим. Вот такие вот, такую кучу конфеток нам прислал. В общем, позаботился о нас, Володя. Разный кустой у нас для души. Чем открывать? Давай кальвадос вот в этих, наверное, в этих маленьких попробуем. Давай. С подграпой, да? Да. Классно такие делают, конечно, супер такие, 39 градусов. А у него, по-моему, все напитки 39 градусов. Что, типа, чтобы они не пьяными были? Один газ не дотянул. Интересно попробовать. Будет шпок. Новый даже спок получился. Ну, пробочка ничем не пахнет. Пахнет пробкой. Заценим. Цвет приятней. Мы точно отметим, я чувствую, наш год канала. Да. Ну что, Володь, давай будем сейчас пробовать. Запах яблока сразу идет, да? Цвет такой классический, да? Прозрачненький, без всякой примеси. Очень приятный запах. Слушай, яблочко, да? Прямо вообще. Яблочко выпивает на первом вкусе. Прямо всегда. Такой нежный, нежное яблочко. Ну что, попробуем? Давайте. За нас. За вас и подписчики наши. Думаю, вы будете с нами дальше, да? Да. Наша аудитория растет потихонечку, да? Даже ножки есть, смотри. Вот это я понимаю кальвадос. А то, что я пью французский. Во-первых, немножко обжигающий. Ну, да, немножко спиртозность есть. Мягонько, сладенько. Ну, мягко, мягко, сладко. Сладко, сладко. Вообще, рыбалочек, наверное. Приятненько суши вообще. Ну, по вкусу, кстати, остается. Ну, классно. Сейчас старо-скользкие яблочки. Да. Яблоки откуда? Напиши в комментариях потом. Прелесть. Очень вкусный, очень питкий. Нежное яблочко. Больше ничего нету, кроме яблока. Вообще ничего не чувствуется. Ну, какие-то специи, может быть, еще немножко. Не знаю, я что-то ничего не чувствую. У него нильки, ничего нету. Вот именно яблочки такие приятные. Ну, да, основной яблоко. Ну, наверное, кратоз такой должен быть. Ну, да. Удивил. Ну, хорошо. Очень хорошо. Приятно. Чуть-чуть спиртозность есть, да? Да. Немножко обжигает. Наслаждаться даже можно. Реально, да? Не зря канал открыли. Да. На халяву хоть попить. Да, колладос удивил. Очень приятно. Там карамелька, что ли, это есть? Да, с листиком. Ну, раз, конфетки. Необычная новиночка, да? Да. Ну что, перейдем к следующему, что ли? Давай будем пробовать. Давай копченую пока не будем, да? Это копчена? Нет, это вот вишни на коньяке. Такая прекрасная девушка тут нарисована. Не видно, не видно. Вишня на коньяке. Вишня на коньяке. Жизнь прекрасна и удивительна. Но об этом спора нет. С такой девушкой, конечно, не удивительно. И прекрасная жизнь сразу будет. Такая же пробочка. На своем канале он уже рассказывал, где берет пробки, кто-то все заказывает, да? Вот чипок. О-о-о! Что? Вот это аромат! Я понимаю. Это уже поинтереснее, да? Да. Это не яблоко. Что-то мне кто-то пытается позвонить. Ну вот. За тебя, наверное, то, что сегодня выпью. Да. И за себя, конечно. Ну что цвет такой? Да вишневый. Вишневый, да? Вишневый цвет, да. Приятненький цвет. Вишни. Как приятненько. Ну опять вишня. Опять вишня, сладость. Вишня такая тоже. Какие-то нежные, да? Яблочное такое мягкое, да? Что я? Что не повозило, как морсик. Что повозило, запаха самогона вообще нет. Нет вообще. Нет, вообще нет. Чистая такая фракция. Очень чистая. Ну слушай, аромат вообще нравится. Компотик. Компотик. Компотик вишневый. Вишневый. Спиртуозности вообще не чувствуется в этом напитке. Ну и коньяка почему-то тоже. Коньяка тоже нету. Вишня. Вишня. Ну давай попробуем. Ох, как хорошо. Этот не обжигающий. Этот не обжигающий мягкий. Не спиртуозный. Вообще не спиртуозный. Сколько градусов? Это 40. 40, да. Хорошо, я бы рад искал, что 39. Ошибся. Насколько мягче, да? Я люблю сладкие напитки. Очень похож на вишню в конфетках. Вот это вот внутри ликерчик. Вот такой же привкус какой-то. Я думаю даже милую даму понравится. Да, это больше для женщин. О ком, по-моему, и сказал, что это для девушек. Шикарно, слушайте. Вообще шикарно. Очень такой мягонький. Немножко косточка, да, вот это вот чувствуется? Да есть даже даже. Косточка, просто вкусе. Мороски бы прямо такой, да? Блин, супер, что? Молодец. Удивил, конечно. А тебе, пап, ты не жалеешь, что канал сделали? Нет, конечно, что там. Наоборот, хорошо. Интересно? Сами пробовал напитки всякие разные. И людям показывал, какие интересные, какие неинтересные напитки. Какие честные, да, обзоры получается? А что мы же говорим, как оно есть? Да, смысл нету нам что-то обманывать. Если мне не нравится, я сразу говорю, что это не мой напиток, мне не нравится вот это вот, допустим. У нас еще мало было взор на водке, у меня же очень много водки всякой. Мы еще не дошли. В ближайшее время даже не было. И вот честно, если даже не охота водку вообще. На водку что-то орать только нравится. Водка, она и водка, и бухаешь, и бухаешь, и все, ничего хорошего у меня нету. Сразу пьяный стал, и все, в башку тебе стукнуло. А вот такой напиток посиди, просто поговорить о нем. Вот это, слушай, вообще очень мягко и очень деликатно. Мне, пожалуй, даже вещи больше понравилось. Да. Мне тоже. Ну, они просто разные? Не разные, конечно. Их сравнить-то нельзя. Никак, не сравнить их вообще никак. Ну, оба достойная. Да. Я бы с удовольствием посидел бы. Обязательно нашей даму гостим. Обязательно. Володим. Ммм. Блин, даже морским напоминает вообще. А что такое? Это вишневый, на косточках на вишневых настойках. У меня есть она тоже. Она была сначала-то и ароматика такая, и вишня мягкая, спелая. Ну, не спелая. Даже, кажется, как будто не вишня, а черешня что-ли. Да, да. Черешня, наверное, да? На черешня. Ага, больше. Больше на черешья похоже. Вот такой красный вот, который, да? Угу. Сладость есть как бы. И сладость не пугающая. В меру. Да, в меру. Нет такого, чтоб попу ступается, знаешь. Да, да, да. Ну что, пересыпем следующее ему. Уже хорошо справляется. Это уже интересно вообще. Копченая груша. А это что? А это копченый перец. Ох. Мать Господня. Да. Копченая груша. Ну что? Вот это я вообще хочу попробовать. Я грушевые напитки обожаю. Просто прям вообще не люблю. Я люблю их. Просто люблю. Ну что, это типа айла, да? Не знаю, что здесь. Староскольская айла. Так. Интересно. Давай. Да, подкинул нам на обзорчик, да? Чепок-то хороший. Ну что, по традиции. Ничем не пахнет. Ну правда, потому что пластиковая, ароматная, не впитывает. Наверное. Как черные напитки. Это мое. Цвет везде, да, практически такой? Да, практически, да. Вот это маленько мутное почему-то. Мутное. Мутное. Пельцовое. Красиво. Красиво. Пивной цвет такой. Давай. За тебя, Володя. За всех остальных подписчиков. Копченая, да? Прямо. Я выражен, но груши нету я выражен. Копченая перебивает. Копченая. Копченая перебивает. Копченая, типа, даже рыбка или что? Что-то копченая. Уголек прямо. Мне кажется, даже какое-то... Или сало. Мясо что-ли. Сало какое-то. Да, мясо подкопченное. Ну, пока груши нету. Да? Можно из копченого сала сделать. Ну, а приятно, что интересно, по крайней мере, необычно. Ооо, вот это букет. Ну, что хочешь сказать? Я хочу сказать, что вот не маленько не то, да? Не то, что? Ну, как бы баланса какого-то нету. Вот это вот я не чувствую груши вообще. Очень сильно разбалансировано, потому что, ну, копченость и... Это напиток удивления. Да. Нет, он приятный напиток, но он не груши. Вообще груши, я не чувствую вообще никакой груши. Абсолютно. Я бы не сказал. Ты чувствуешь? На входе. Сладкая груша. Ну, а какая-то такая груша. Ну, прикольно то, что потом, короче, с Женей начинается и копченость одновременно. Вот копченость идет. Приятная такая копченка вообще прям очень приятная. С Сыжением одновременно. И вот это прикольно вызывает такой интересный. Ну, вот груши я не почувствовал. Вот извини, конечно, я же его чувствую, но я вот не чувствую. Ну, вот на первом. На глубке. Мне нравится, вот сам вкус нравится. Вообще очень приятный вкус. Офигенный. Да? Офигенный вкус. Необычно офигенный. Для домашнего изготовления супер вообще. Никакого привкуса самогона, ничего нету, вообще нету. Гритозности нету. Нету. Он приятный. Как соки выпьешь. Я думаю, если такую бутылочку убать на двоих, потом упадешь. Вот здесь 39. Опять украл. Я по таким напиткам даже посидел по кофе. Вот под мясом его сейчас прям сжаренный шашлычок. Сейчас надо прям жарить. Шашлычок, да, такой прям глух. И с плитозностью очень приятно. Да, вот это очень хорошо. Вообще. Там не спиртозный тет был. Ну, а не спиртозный, а обжигающий. Обжигающий. Ну, может мало постоял. Что-то сразу. Или просто первые мы начали с него. Вот этот приятный. Вообще. Прям все. У меня даже по-моему лукой уже копченый пахнет. Коптилось все. Коптилось вообще. Обожаю этот запах, обожаю вкус. Я люблю копченое пиво. Люблю вообще копченое все. Но он очень сладкий. Конечно, тут нет феерических вот этих направлений, как там виски, да, вот это. Да. Там много-много можно собирать. Тут все просто. Все просто, но прикольно. Ну, приятно вообще. Ну, посидеть за застольем. Самое оно. Все это? Какая массива водка вообще? Нет. Нельзя даже сводить из чем. Для застолья самое оно. Я даже не могу сказать, что напоминает. Что-то напоминает? Ракию, что ли, какую-то, типа. Да? По-моему, газировка. Газировка? А, может. Да, может быть. Надо только вместо убрать копченость. Типа буротина или что-то. Ну, очень приятный напиток. Пять с плюсом. Вот, все. Это для домашнего напитка? Для домашнего напитка это пять с плюсом, на 100%. И, опять же, очень мягко, да? Деликатно. Вот, все деликатные, мягенькие. Нету такого злого эффекта, знаешь, такого. Заходит, прямо все приятно. Очень мягенько, да. Прямо мягко-мягко. Вишня понравилась. Обалденно. Я же понравилась. Кольбедост. Так. Сейчас его еще будет попробовать. Попробую, да. Потому что... Дадим подышать его. Вряд ли просто, но это был первый. Или нальем, пускай постоит. Налей, дай. Давай подышим. И вот это как-то вот в этот бокал, да. А, давай. Вот в этот качке надел, да? Так, не больше ароматов. Открывай последний. Спец. Ух! Копченый перец с медом. Копченый перец с медом. Вот это интересно вообще. Сейчас мы кальвадосик еще, Володя, попробуем. По 39 градусам. Тоже не очень впечатлил, конечно. Кто? Кальвадос, но... Ну, видишь, ты его, в принципе, не особо. Так я пробовал, я тебе говорю, что он мне сразу не зашел. И как-то вот я тут тоже его маленько недопонял. Ты кальвадос как-то так, да? Да как-то не знаю. Я вообще ко всем напиткам ровно отношусь. Ничего. Она не пахнет крышкой пробкой. Она пахнет перцем? Перцем. Ну, перец есть, да. Как будто даже болгарский. Как будто даже болгарский перец. Такой аромат. Я сейчас... Так. Чистый. Да. Если не хватит перца, я сейчас порисую и там насыплю. Горошком. Да. Видел, он же говорил рецепт, как делает с перцем. Ну, мне кажется, перцовочка хорошая. Сейчас пропотеем. Да, сейчас... Отлечиться зимой будем. Не знаю. О-о-о. Я даже не знаю, что сказать. Во рту столько... О-о-о. Во рту у меня, короче, столько вкусов стало. Да. А знаешь, какое смешение всего? У меня во рту абрикос. Абрикос? У меня во рту остался абрикос. У меня сладость какая-то. От смешения. Прямо абрикос, такой переспелый абрикос. Мне кажется, все гадкое. От вишни осталась сладость и под копченкой идет вот это вот, которое сейчас пробовали. Надо водичкой запить все. Я запью маленько. А здесь-то... О-о-о. Это прям... Это Немиев. Такая мутная, да? Это Немиев. Как вайсберг. Вот попробуй, это Немиев. А, Немиев, которая была? Попробуй. Да, вот аромат Немиев. Немиев все. Немиев отдыхает. Слушай, реально похоже? Да. Ну, от раньше уже... Да. Постоянно Немиев, он только пошел. Особенно украинский, который хороший Немиев. Никто, что сейчас в России там делает. Я давно уже не пробовал. Ну, так я тоже уже сколько лет его не пил. Вообще есть его, нет? Я даже не знаю. Нет, сейчас наши делают. Наши, российские делают. Хотя вот украинский мне очень нравился Немиев. Вообще прикольно. Поначалу было вообще заменить его. Вообще идеально было. Все начали пить. Да. С медом, с перцем. Классно. Ароматика хорошая? Давай. Давайте за вас, дорогие друзья, за наших подписчиков, что вы пишите комментарии, обсуждаете с нами напитки. Кто-то пишет довольствие, недовольствие, да? Нам это приятно тоже. Даже за дизлайки, да? Ну, дизлайки, дизлайки пусть ставятся. Главное, чтобы человек посмотрел и что. Если не нравится, что пускай дизлайк. Мы не против. Ох. 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 Сейчас ты точно сказал, пропотеем. Ох. 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 Ну чили такой, наверное, приятный чили, легкий, но это не салдин с пива, который растет. Конечно, да, это растет. Ммм, вкусно. Ну, по мне вот эти два самые интересные были. Да? Ну, вишня, это просто вообще идеал, печеная груша, реально нравится вот эта жидкость. Может, картос еще хочу попробовать после пищи. Может быть, я, конечно... Ты просто любишь всякий экстрим в напитках, либо очень сладкий, либо пипец-пипец копченый, либо щеки. Он тоже сладковатый, а копченый, кстати, что здесь? Не чувствуется копченость, потому что много пьется. Вот здесь копченость вообще самая то, вот самая вышка вот здесь вот. А здесь, да, здесь копченость уже второплановая. Да, в этом плане, да. Я даже не чувствую ее. Или после того, наверное, то, что... Может быть, очень сильно пупченый может. Вот здесь очень вкусно. Ммм. Я не знаю, мне нравится. Я прям балду это. Я вижу, я перец как бы, в принципе, не особо люблю перец. Я очень много это сам знаешь, я даже в суп там, первый суп, я в суп там, перец везде был. Не, именно перечный вот этот вкус, как бы, ну вот болгарский перец, как бы, я вот не любитель такой, а сильный. А здесь именно вот перечность. Володь, вот сейчас что хочу сказать, что все напитки мне понравились, понравились чем? Нету ни в одном запаха самогона, ни в одном, вообще нету. И очень мягкий, деликатный даже перец. Он заходит очень мягко. Так вот, я даже закусывать его не хочу, ничего не хочу, вообще приятно, просто. Ну, вроде в голове уже. Так в жуковые дома, да? Тики-таки. Тик-тик пошел. Блин, вот перчик стоит, прям вот там вот, теперь вот стоит, такой же гаечек хороший. Ну, блин, его нужно как, наверное, оператив использовать, да, вот такой напиток, с чем-то все. Да, покушай, покушай, приятненько такое, покушай, там, смешок. Даже борщик какой-нибудь, да, что-то такое. Ну, не знаю, может с чем-то его нужно. Мне кажется, с супчиком. Потому что вам так островато его пить. Да, я говорю, не имею в виду, что напоминает, вот реально с сыром может быть. Давай попробуем. Давай попробуем с сыром. А реально не имею в виду напоминает? Ну, не знаю. Нет? Нет. Аромат может быть, а вкус вообще другой. Да, мне кажется, да. Потому что я свою не имею в виду перепил. Ой-ой-ой. Микрофон жестче, что ли? Ну, там вот снова водка. На водке, да? Он более жесткий какой-то. Это же мягче. Они все мягкие. Они все мягкие. Мне понравился, что очень деликатные, я бы сказал, вот это слово подходит. Теперь тоже сидит. Вот сейчас интересно. Вот это вот. Да, только первое. Сейчас налили, постоит, подышит может быть. С этого можно просто уехать в другой город. Потому что... Это будет женщина во своем. Потому что ты его выпьешь, ничего не поймешь. А в итоге эффект выпьет. Потому что он очень, прям вот как сок. Крепость вообще не чувствуется. Хотя он самый крепкий, да, в итоге? Согресса, да. А в нем вообще не чувствуется. Как компотик просто. Замечательно. Ну что, круто, блин? Нет. Ты молодец, конечно. Я вот два пальца вставлю. По-другому ничего не скажу. Сейчас уровень дошел, да, у людей? Вот делают всякие напитки интересные. Самоугодные аппараты сейчас такие, да, извини меня. Ну и интернет все-таки дает почву для размышления. У него бочки еще. Он же бочки еще удерживал. Там выставил это бочки. А здесь что-то есть выдержанное? Да, наверное. Скорее всего, что все напитки. Мне кажется, что у него все напитки выдержаны. Как нет? Он даже писал, что там бочки выдерживаются. Готово новое патье. А что там? Там виски какой-то или что-то? Виски он и кальвадос выдерживает в бочках. Кальвадос по идее, да, выдерживает. Я не очень понимаю в напитках алкоголя. Если честно. Запах, я не знаю. Аромат вообще просто обалденный, приятный аромат. Единственное, что мы пять лет пробовали всякие разы напитки и не снимали ролики. Да, да, да. Столько всего пропало просто в никуда, да? Мы даже ничего не помним. Мы даже ничего не помним, на самом деле. Я даже вообще ничего не помню. Что там? Что-то пилик-пилик, хер его знает. Столько мискалей там всяких пробовали. А когда начинаешь делать обзоры, ты запоминаешь эти напитки, ты о них потому что готовишься к ним, читаешь о них там, где кто придумал, зачем придумал. И вот это хотя бы интересно, да? Столько ромов перепробовали в всяких разных стран и в итоге ничего не осталось даже в памяти, да? В памяти только Барселло. 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 Нет, Дорадок. А, Дорадок. Скоро, наверное, на алкофан что-нибудь закинем, да? Подумаем. Скажи классно. Володь, вот не мое. Ага, ну тебе спасибо, конечно. Классно, но не мое. Вот это я бы не хотел. А я бы хотел. Вот видишь, вкусовщина. Так и должно быть. Так и должно быть. Вот это мне вообще очень понравились. Криводос вот еще раз хочу пробовать. Мне так он понравился. Но я не люблю перец. А тут очень много вкуса именно болгарского перца какого-то есть. А мне о том отвратительно. Ну я не любитель. Но копченость ее не дает, понимаешь? Вот перец перебивает копченость. А вот здесь вот именно копченость такая приятная. А там как будто бревно углевое в рот. Зато нет груши, да? Для меня нет груши. Для меня нет груши. На входе есть груша. Мы свое мнение. Даже вкус лимонада во рту какого-то остался. Ну вот именно какой там. Не очень понравился. Вот это конечно вишневочка. Это наливочка вообще шикарнейшая. Наливочка. Так же надо перебить. Давай попробуем перебьем. Может это после перца? Опять же аромат блин вообще шикарнейший. А вот здесь ароматика самая интересная. Вот самый, да. Вот в Калибрдонсе самый интересный аромат. Тут прямо можно понять. Яблоки, яблоки прямо такие. Они такие приятные, что вот их охота прямо. Даже кушать хочется. Наслаждаться ароматом. Интересно. Там-то аромат как бы так. Ну охота что-то поймать, но не хватает. Нету. Ну какие-то другие бы ароматы, да? Просто такая, знаешь, глазурированное яблоко с сахаром что-ли. Нет. Ты даже смотри, даже прилипает. Сладостью. Печеное яблочко или что? Ну что, давай попробуем. Давайте нашему каналу год. За нас и за вас. Кейверков не хватает. Я вообще предлагал папе канал отметить. Ну прислали вас нам подарок, сделали так. Где-нибудь на лимузине отметить. Вот теперь нет вот этой спидуозуси. Обжигающей постояла маленько. Нету. Все. Все, она ушла. Хотя есть немножко. Да? У меня нету на конце. Нет, все равно он такой. Знаешь, так это обжигает. Ну яблочки. Это обалденно. По-моему, это хорошо. Вот это, мне даже кажется, самый сбалансированный вкус. Такой яблочный. Да. Он более самостоятельный напиток. Это очень разбалансированный, но это на удивление людей. Удивлять. Потому что... Как лучше я там не почувствовал. Я не почувствовал. Это очень разбалансированный. Это прямо такая... Мяука. 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 Лайкин, да. Это вообще крендец полный. Это для меня нормально. А вот это, как бы качество, знаешь. Это вообще нормально, да? Это как бы более качественный, такой самостоятельный напиток. Володь, мы его допивать не будем. Я потом возьму французский кавадос и мы его попробуем. Интересно будет сравнить. Совним. Вообще есть что-то общее или вообще разное? Да. Я оставлю его. Эта женщина сейчас выпьет, не переживайте. Она, наверное, французский, какой-нибудь дешевый. Почему дешевый? Надо было такое лучше взять. Не, еще взять дешевый, допустим, какой-нибудь. Есть смысл вообще, может, с вами проще делать. Так облупать. Потому что хороший, да понятно, что он там будет хороший. Ты в домашних условиях не сможешь такое сделать. Ну, хотя хрен знает. Хрен знает, да. Нам люди уже многие пишут, да, что пиво вон делаем лучше, чем, блин. Лучше, чем, да, там, лучше делать, чем бельгий там, допустим. Да, да, да. Любой сорт пива там, не знаю. Я посмотрел на ваш обзор свою, ламбик, это свою, вишневый. И сказал, что, блин, ну, больше бутылками пить нельзя. Такому так и сказали, что пиво больше нельзя выпить. Да. Какие больше вам обзоры нравятся? Крепкий алкоголь, пиво, у нас же разные, да, идут. Плейлисты, да. Или виски, или коньяки, вот что интереснее. Ну, как мы понимаем, что больше всего и просматриваем. Виски, да, у виски делают больше. Коньяки и виски. Ну, коньяки тоже много смотрят. Потому что пиво пивные обзоры, и очень много уже, и так, пивных блогеров много. Да, ТБП там, Бирварио. Бирварио, да, Панкрат. Молодцы, ребята, вообще, все молодцы. Мы их любим. Я смотрю все их ролики. Ну, да, с кем-то общаемся с Пили Пирвином. Все, он закрыл канал, блин, надоело ему, короче. Не стал. Такой парень столько было. Классные, да. Такие обзорчики интересные делали. Вот. Поклевал алкоголь, что у нас? Сармовский, Марс, да. Всем привет, ребята. Массиянов тоже, да. Массиянов, да. Все. Все крутые парни. Да всяко. Мой кот. Что, нормальные все ребята? Господи, что мы там со всеми общаемся, переписываемся? Ну, те крутые парни. Да. Что такого? Спасибо, что с нами все в этот год. Думаю, в следующий год еще наберем 100 тысяч подписчиков. На алкогольном канале, я думаю, тяжело это все, конечно. Тут мало заинтересованных людей в этом. Я сейчас отрежку это делаю только, а мы что-то не особо отрежу. Понравилось. Петелочка за посылочку. Пять с плюсом. Вот за эти два напитка. Не знаю, кальвадос вообще хорошо. Вот это кальвадос с петелочкой крепкой. А я бы вот это себе. А вот это я семенку дал. Это ты себе забирай, да. Потому что мне как-то так не вхотело. Но именно за вкус перца. Потому что я не особо люблю. А это семеночка мне. Ну, наверное, все-таки кальвадос мне больше всего понравился. Да. А он самый качественный. Приятный, вкусный. Они все хорошие. Но он... Не знаю, я не соглашусь. Мне кажется, все ноты это больше. Давай еще. Сегодня же день рождения канала. Давай еще говори. Прямо сюда. Да, наливай? Да, уже без разницы. Не, ну сегодня мы можем себе позволить. Правильно? Тимур, у нас вчера веселый день был. Год. Молодцы. Вчера встречал меня с Таиланда. Папа, вообще из Таиланда. Да. Вес облез. Зря загорал, говорит. Два часа. Все, и хватит. Ох. Так красота. Это, чтобы женщина меньше досталась. Володя, в кровь не пойдем. Все равно никакой женский монастырь, потому что у тебя все получилось. Так скучно. Да и скучно. На дегустацию там устраиваешь. На дегустацию женщин сходим. Беремся на вишню с коньяками, поехали. Продегустируем с девушками там. Шикарная настройка. Это, конечно, не вишня на коньяке, это просто наливочка. Вот вишневая наливочка. Прям прекрасная вишневая наливочка. Коньячок какой-то слабенький. Я не чувствую коньяка вообще ешь. Нету, нету, нету. Какая-то такая слабенькая-слабенькая бочечка. Ну, не чувствую, я не чувствую. Ну, это уже охота как бы так прибавить. Хочется сказать, да. Ну, вот нет, это прекрасная вишневая наливочка. Все, вот эта наливка обалденная. То, что, знаешь, бальзамчики или что-то такое, не знаю, продают у нас. Они не столько беспонтовые, а вот это настолько интересно. Это очень шикарно, шикарно. Тут как будто 20 градусов, знаешь, вот по вкусу. Я не говорю, что это очень опасно. Само опасно. Потому что... С него уедешь и все сразу. Бутылку мой, в другой город просто, в старом Усколе просто. Просто у тебя там в старом Усколе. Ножки хорошие. Смотри, какие ножки, смотри. Они стекают. Так стекают, смотри, какие они, они же есть. На моем самогоне вообще нету никаких ножек. Даже не на стойке там. Да. А тут, смотри, смотри. Смотри, ну и смотри. Ну, а как они стекают. Они должны стекать, они должны висеть. Не, ну тут же от выдержки все это идет. Немножко влесим. Смысл его рассматривать. Давай, напиши комментарии, сколько ты в бочках выдерживал. Закрепил только комментарий на первом месте, чтобы там люди знали, сколько выдержанных. В бочках, да? Чам, можно купить-то, нет? Я бы даже взял еще, да? Ну, какие-то праздники я бы спросил. На подарочек, да, кому-нибудь. Это вообще шикарно. Да, вот такое вот. Вообще шикарно. Удивить это вообще. Вот этим бы вообще удивил бы с удовольствием копченой грушей. Потому что действительно... Это очень вещь. Ну, кто бухает, тот не поймет вот это вообще. Не поймет, да. Они поймут вот это, вот это. И от этого девушки какие-то офигеют, да. Ну, мужики могут тоже, конечно. Потому что... Кстати, знаете, вот... Мужикам нельзя такое напиток, потому что это жесть. Ты набухаешься и... Не упадешь, упадешь. Потому что его очень доход пьется. У меня уже хорошо стало. Он очень мягкий, очень непонятный. Блин, как вино, знаешь. А он самый крепкий, блин. И приятный. Тоже в июле. Ну, что? Зарезать обзор был? Пейте мало. Пейте, как говорит Марс, ответственно, да. Потому что действительно правильно. Пейте хорошие напитки. Хорошие напитки. Дегустировать, сидеть, размышлять о них. Это классно. Это не тупо бухать, знаешь, где-нибудь... Да нет. Все говорят, вы там бухаете, туда сидите. Ребята, вы знаете, сколько у меня открытых бутылок стоит? Это просто тыщеная там бутылка. Мы с каждым день воздерживаемся. Бывает две недели там. Она стоит бутылка и пускай стоит. А придет человек, я ему дал. Мам, выпей. Сам не буду. Вот и все. Ради Бога. Мне не жалко, блин. Потому что срок годности тоже у всех напитков есть. Никуда не деться, куда деваться. Обухать ради опьянения. Больно. Мне даже бесит то, что мне охота иногда пить. А я начинаю пьянеть. И, блин, мне бесит то, что я пьянею. Потому что я хочу еще напитки попробовать. Мне интересно вкус напитки. А я начинаю. И вот, видимо, придется выплевывать, как делают дегустаторы. Скорее всего, да. Потому что как-то неохота напиваться. Неохота напиваться, охота пробовать. Пробовать напитки, потому что это классно, это интересно. Это мир волшебства. Вкусового у тебя столько. Савели это вообще интересные люди, конечно. Вот поэтому не выплевывать. Потому что неохота напиваться, охота же пробовать. Это же как духи, да. Тут разные вкусы алкоголем закрепляют. Самое интересное. То, что ты пьянешь, вот это плохо. Таква, плохо. А еще прикол, потому что чем горячее напиток, тем он интереснее. Да. Блин, а там 1 стопыльный диски, да. Самая крепость. Никого на ароматах сидишь там, не знаю, с какой крепость там денешься. 63 градуса, 67, там сколько-нибудь. Да, прикольно. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, сделайте репостики, пускай все подпишутся. Вся страна пускай подпишется на Котель ТВ. Все вместе будем бухать. Всей страной. Вроде все с нами весело, мне кажется. Не знаю, мы веселые люди, но вообще. Надо хоть футболки даже. Надо хоть футболки обновить. Год прошел. Они уже потные. Скиньте с ними. На бухой деньги есть, на футболках нет. Подведь на футболку. На обновитые, наверное, да. Наверное, сделаем. Каждый год новые майки, да. А это на даче газон накосить. Газон накосить. Рюхами работать будешь? Латненько. Давайте, ребята, всем пока! Пока-пока!